Местному самоуправлению исполняется в нынешнем году уже 15 лет. День местного самоуправления – это праздник, который объединяет работников органов местной власти, активистов и просто жителей, словом всех, для кого благополучие нашей малой родины – не пустой для сердца звук. Мы побывали в Доме культуры Бараниковском, где состоялось праздничное мероприятие. В холле Дома культуры участники празднования со всего Славянского района смогли познакомиться с выставкой изделий народных умельцев, с экспозицией, рассказывающей о жизни поселения. К представителям органов местного самоуправления жители приходят за решением своих многочисленных проблем и находят понимание и содействие. Глава Славянского района Роман Сенеговский поздравил собравшихся с праздником. Я хочу поздравить вас всех. Спасибо за то, что вы нас прославляете. Прославляете на районном уровне. У нас много победителей и ТОСов, и наши поселения, которые побеждают. И на краевом уровне. Ну и благодаря, наверное, труду, благодаря участию, наверное, многих из вас, многих из нас. Наш район сегодня, вот он, один из самых благоустроенных районов Краснодарского края. Город Славянск-на-Кубани не один раз занимал лидирующие места. За большой вклад в развитие местного самоуправления благодарностью губернатора Краснодарского края были награждены главы Анастасиевского, Забойского и Коржевского поселений. Благодарственным письмом главы Славянского района отмечены многие сотрудники администрации района, поселений, жилищно-коммунального хозяйства, территориального общественного самоуправления. Лучшие творческие силы Славянского района порадовали собравшихся своими песнями и танцами. Также были награждены призеры и победители конкурса «Самое благоустроенное поселение Славянского района». Первое место в номинации «Поселение от 3,5 тысяч жителей» заняло прибрежное сельское поселение. Это заслуга не только работников администрации, это, конечно же, совместная работа всех жителей депутатского корпуса. Я очень благодарна своему населению, которое нас поддерживает в таких начинаниях, как устройство детских площадок, как субботники. Поэтому, конечно, это оценка труда всего 8-тысячного населения прибрежного поселения. Благодаря добросовестным и квалифицированным работникам местного самоуправления жизнь в нашем районе и дальше будет становиться комфортнее и благоприятнее для его жителей. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».